Здравствуйте! Это программа «Со всех сторон» и мы ее ведущие журналисты медиахолдинга «Столица Нижней» Алексей Рожин, Белла Рубинштейн и Иван Юдинцев. В этой программе мы окружаем наших гостей со всех сторон. Вниманием, заботой и, конечно же, вопросами. И сегодня у нас в студии Владимир Герасичкин, директор первого в России частного зоопарка. Владимир Георгиевич, спасибо вам огромное, что пришли. И здравствуйте. Да, и здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, и самый первый вопрос. Почему частный зоопарк? Если невозможно возглавить государственный, значит нужно строить свой. Откуда взялась мечта именно про зоопарк? У вас, у кадрового военного. Перестроились на зоопарк. Хотелось с кем-то руководить? Ну, нет, руководить. Командовать. Я руководил много и, может быть, даже подустал капитан. А вы в каком чине закончили? Я проживал в то время недалеко от муниципального зоопарка Швейцария. Обрадовался, когда его, тогда помню, Иван Петрович Скляров возглавил там руководство, строил его, выделял финансы. Вот, и обрадовался, что в Нижнем все-таки появится зоопарк. Но смотрю, проходят годы, а он не развивается, стоит на месте. Никакого движения, буквально несколько животных. А я в то время уже занимался общепитом. Вот, и однажды в Сорумском парке отбил сову у ворон. Ну, принес в кафе, не знал даже, чем кормить, как кормить. Потому что я был далек, я же был военный автомобилист. Мог только кормить, когда уже занимался общепитом, мог кормить только людей. А что такое сова? Для меня это было темный лес. Ну, потом наладилось все, кормить начали, все, построил клетку. Люди стали интересоваться. Потом бельчат мне принесли тоже, где-то вот резали, с дупла выпали. И притащили тоже ко мне. И что-то так родилась идея. Думаю, почему, может, попробовать построить зоопарк? Тогда я разговаривал, познакомился с директором московского зоопарка. И когда сидим с ним, беседуем, он говорит, а кто будет финансировать? Я говорю, конечно, ну, я, кто мне еще может финансировать? Он говорит, а чем? Я говорю, ну, чем ты зарабатываешь? Я говорю, ну, вот у меня два кафе. Он так подумал, говорит, ну, знаешь, два твоих кафе, они съедят в течение месяца, и больше ни кафе у тебя не будет, ни зоопарка. Тогда московский район возглавлял Самойленко Михаил Михайлович. Я как-то к нему подъехал, говорю, вот, Михаил Михайлович, как вот, вы не против, если я вот начну делать зоопарк? Ну, вроде бы не против, и, как бы, ну, говорит, я тебе помочь ничем не могу, вот, финансово не могу, там, а я говорю, ну, хотя бы не мешайте. Ну, и да, да. И вот с этого момента я, как бы, начал подбирать животных. Начал анализировать, кто чем питается, как содержать. Так а деньги-то откуда? То, что зарабатывал, с кафе. Первые годы у меня было бесплатно все. Я просто строил клеточки, все ходили, смотрели, конечно, было много очень безобразий, потому что начали обламывать яблони, там, совать вот животным. То есть, вот, было какая-то, приводили даже собак натравливать на кабанов, потому что дикие кабаны были у меня там маленькие. Это 2003 год, например, в Нижнем Новгороде, вот так вот себя вели люди, вот в этом зоопарке. Да. А сейчас они себя как-то? И только после этого я принял решение, что нужно ограждать полностью забором и делать платный вход. Тогда была цена, цена была по 10 рублей. В каком году появилось? Прям вот ограждение? В 2004. Ну, подождите, а скажите, пожалуйста, вот появилось ограждение, да, появились входные билеты, что люди стали себя по-другому вести? По-другому, абсолютно. А что произошло? Ну, человек, наверное, покупая билет, он понимал, что он находится на каком-то предприятии. Вот. Не важно, что оно было маленькое тогда, но он чувствовал себя, что все, он купил билеты, что это уже не просто вот он свободно подошел, что это чужое, а это кому-то принадлежит. Это вот было сдерживающим таким фактором. Вот смотрите, я же не зря сказала, что это первый частный зоопарк в России. То есть вы первопроходец в этом деле, и вам неоткуда было взять, вообще не с кем посоветоваться. Ну, посоветоваться, нет, почему? Я советовался по содержанию животным, в основном с московским зоопарком. Ну, я имею в виду по организации бизнеса. Ну, по организации, естественно. Это бизнес же, да? Конечно, да. Вот скажите мне, пожалуйста, зоопарк как бизнес, это что? Конечно, когда разговаривал я с директорами муниципальных зоопарков, они, конечно, не понимали, как я буду зарабатывать и как я буду вот это сам. Потому что у каждого есть свой бюджет. Там, допустим, одному зоопарку выделяют 12 миллионов в год, другому 30 миллионов в год. Кому-то 100 миллионов в год, как ижевскому зоопарку. А у вас сколько в год? Ну, это мой личный бюджет. Правильно, ваш личный бюджет. Зачем мне его считать и озвучивать? Это мой, так сказать, если назвать это бизнес, значит, это, ну, тайна. Но это достаточно. То есть, часто отдельные предприятия, юридическое лицо. Конечно. Так оно и сразу было изначально, потому что невозможно было строить зоопарк, не создавая какой-то формы собственности. Это же документы, это же нужно было оформлять, это и ветеринарное заключение все получают. Больше того, поскольку у нас нет никакого закона о зоопарках или еще о чем-то, то есть, пересечением нормы или законов. Закона никакого до сих пор нет. И поэтому нормы из одного закона, из другого, вопрос применимости, наверное, проверками замучили. Первое, что мы, первое, что вот, когда строили, ну, чем руководствовать, это действительно, чтобы не наступить на грабли, чтобы не получить какой-то негатив от властей и проверяющих, так сказать, служб. Поэтому, кому не обращались, все говорят, вот берите, с 1975 года есть у нас инструкция по технике безопасности содержания животных. Вот с 1975 года. Она до сих пор так и действует. Отлично. Да, в Советском Союзе, когда вот разрабатывали, но она больше направлена на безопасность содержания животных. То есть, вот если там положено лисе два квадратных метра, все, представляете, лиса живет в двух квадратных метрах. То есть, считалось, что там, вот, ей достаточно. И поэтому, вот, когда все эти зоопарки строились, вот, в Советском Союзе, да, и продолжают еще жить эти зоопарки, они вызывают у человека жалость к животному. Потому что, действительно, приходишь, ну, кто-то, может быть, не два на два делал, кто-то делал четыре на три, там, на два. Да, но это клетка, это клетка, понимаете, ограничение. И животное, всегда, находясь там месяц, два, три, оно начиналось вырабатываться среди пи. Он начинал двигаться, просто качаться, с угла в угол бегать, он не слушал там никого. То есть, у него вот это было все, нарушение полностью, там, у него было потрясение нервное такое. Это я отталкивал от себя. То есть, я понимал, что нужно делать больше. А все-таки, опять, возвращаясь к нормативной базе, поскольку, действительно, первопроходец во всем. А как оформлены животные? Они оформлены не как же сельскохозяйственные животные? Нет. Как они, как имущество-то показывают? Ну, существует по нашим законам, по, там, Министерству, допустим, экологии, Министерству природных ресурсов, они контролируют это все. И контролируют, в основном, конечно, это содержание краснокнижных Российской Федерации. Вот, вот на этих птиц, там, животных обязательно должно быть разрешение. Министерство природных ресурсов это очень строго отслеживает. Если, например, из природы попадает какая-то птица, ну, назовем любую птицу, например, журавль, который занесен в Красную книгу, то, если это подобрали люди подраненные, то есть, это составляется акт, значит, обращаемся в государственную ветеринарную службу, которые делают тоже свое заключение. Потом в союз охраны птиц, вот, они делают свое заключение, что птица дальше жить в природе не может. Оформляется акт и оставляем, вынашиваем решение, что оставляем ее в зоопарке. После этого подается заявка в Министерство природных ресурсов, они рассматривают это все на момент этого заключения. И делают разрешение, что разрешено содержать в зоопарке для экспозиции, например, но не для размножения. Если вот птица неясна откуда, то размножение они не разрешают. Мир Георгиевич, вот про размножение, да, коль уж речь зашла, вы рассказывали, что вы пытаетесь в нашем вот этом зоопарке Лимпопо... Проводить какие-то эксперименты? Да, скрестить белого и бурого медведя, да, что вы... Нет, это не скрестить, это немножко не так называется. Значит, мы уже несколько лет подряд, три зоопарка, это, значит, научный сотрудник Московского зоопарка, значит, с Казанского зоопарка. И мы проводим такой эксперимент, проводим, пытаемся, значит, бурую медведицу сделать суррогатной матерью для белых медвежат. Вот это, если так простым языком сказать. А зачем? Потому что многие медведицы в зоопарках, белые именно медведицы, не размножаются. Пока у нас ничего не получилось, возможно, не хватает какого-то вот оборудования, потому что мы привлекали даже из Москвы, из клиники, которая занимается искусственным оплодотворением собак, приглашали специалиста. Собак уже искусственно оплодотворяют? Да, да, конечно, много в Москве это практикуется, много, да. Вот, не получилось. Сейчас мы пытаемся немножко идти другим путем. Здесь не оплодотворение происходит, а мы вымываем оплодотворенный эмбрион у белой медведицы, мы должны его взять, вымыть специальной жидкостью, прибором специальным. Потом, значит, в морозилку заморозить, привезти его, допустим, в наш зоопарк, и уже вымыть эмбрион буровым медвежат и вкачать эмбрионы белого. И тогда становится бурая медведица, значит, суррогатной матерью для белых, значит, дорожает и воспитывает белых медвежат. А, насколько я знаю, Лимпопо стал уже зоопарком звездным таким, да, снимаются программы Дроздова в бире животных у вас. Расскажите немножко про это. Да, значит... Как вы стали звездами и что там происходит? Ну, мы не стремились стать звездами, просто нас узнали, и узнали, что у нас много таких экзотических животных. Вот, и приехала съемочная группа от Дроздова, снимали у нас на 8 сюжетов они снимали вот про 8 животных. А про кого снимали-то, да? Сейчас они по субботам, ну, они снимали и мини-корову-зебу снимали, потом снимали они скунсу, снимали броненосцев, снимали тапиров, снимали гиббонов. Вот, мы снимали в основном тех животных, которые безболезненно можно подойти, поконтактировать, погладить. Сколько зоопарков должно быть в Нижнем Новгороде? Потому что эта тема регулярно обсуждается. Обсуждается парк Швейцарии, в котором зоопарк находится в очень странном состоянии, конечно, на мой личный взгляд. И его, естественно, дело сравнится с вашим, довольно-таки большим и действительно разнообразным. Как вы считаете, два зоопарка немного для одного города, при условии, что в Горьком, как мне рассказывали, потому что я сам не жил в Горьком, зоопарка не было вообще? Вы знаете, если я скажу сейчас, что должен быть один зоопарк Лимпопо, ну, скажут, ох, какой ты, да? Ну что же, мы же обсуждаем по существу в данном случае. И скажите, что должен быть один. Вы знаете, если муниципальный зоопарк будут финансировать достойно, то пусть будет два зоопарка. Но если власть, город не может финансировать, зачем держат и позорятся перед всем миром? Приезжая в Нижний Новгород, конечно, куда? Открывают там все каталоги, пойти в зоопарк. Если они живут недалеко в верхней части, конечно, пойдут в Швейцарию. И потом говорят, господи, какой же здесь убогий зоопарк. Да, мы читаем это в социальных сетях, в Нижний Новгород, в зоопарке. Это нельзя допускать. Говорили, это ваше. Нужно принять политическое решение и закрыть зоопарк. Закрыть, понимаете? Закрыть нельзя такой зоопарк. Я считаю, что в городе должен быть один достойный хороший зоопарк. А если бы животных из Швейцарии отдали вам и сказали бы небольшую субсидию, не знаю, ну, какой-то там минимальный какие-то деньги, вы бы взяли этих животных? Нет, я не смог бы взять. А почему? Ну, поймите, что чтобы построить зоопарк Тигру, это должен быть крепкий, значит, безопасный вольер. Это нужно еще один строить вольер. Второй вопрос – это, я не знаю, состояние их здоровья. Потому что мы всегда, мы всегда, ну, видя, когда заходишь на территорию, видя вот это состояние всего и вольера, и работнику какие ходят, мне кажется, что там нездоровая атмосфера. Правда, что вы мечтаете приобрести жирафа? Это уже несколько лет, и не только приобрести, мы работаем в этом направлении. Нам, чехи, подарили одного жирафа, когда посетили наш зоопарк. Они настолько были поражены, они думали, что какой-то зоопарк там частный, они сравнивают как по-своему. И когда увидели зоопарк, они сказали, что прогноз такой, сказали, что через несколько лет, что это будет один из лучших зоопарков в России. Я не берусь там догнать московский зоопарк, потому что это другие деньги. Но вот в своей вот этой нише соразмерности, я считаю, что да, мы занимаем достойное место. Я горжусь этим. У нас в гостях был Владимир Герасичкин, директор первого в России частного зоопарка, зоопарка Лимпопо, который стремительно становится одним из лучших зоопарков в России. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok